В Минприроды начали изучать возможность трофейной охоты на краснокнижных животных. Идея — ввести супердорогие лицензии, а доход — направлять на восстановление этого же вида. Инициатива — это депутат Владислав Резника из клуба горных охотников, и его интересуют конкретные экземпляры — алтайского горного барана, амурского горала, якутского и путоранского подвидов снежного барана. Ранее их клуб предлагал за пять лицензий для охоты на плато Путоран 15 миллионов рублей, но им отказали. Сейчас депутат, к слову, один из самых богатых в Думе, вот его годовые отчеты по доходам, значит, он попросил посчитать баранов, насколько они редкие и сколько может стоить такая лицензия. Экологи, правда, указывают, что для трофеев выбирают обычно самых крупных особей, и это странная забота — выбивать лучших. Да и удовлетворят ли аппетиты охотники одной бараниной? Одно дело — рога на стене, а другое — шкура на полу. Горная охота — это очень серьёзная охота, где или вертолётом забрасывают в горы, или специальная техника. На такую охоту попадают только элитные люди, у которых карман денег, не знают, куда деть, и добываются серьёзные трофеи. Истребление идёт доминантных самцов. Эксперты предлагают вернуть полномочия госохотинспекции, чтобы это ведомство контролировало ситуацию. Депутат Госдумы Резник не предлагает разрешить охоту на краснокнижных животных. Об этом и речи нет. Депутат Резник, если я правильно понимаю его инициативу, предлагает изучить вопрос, а для этого собрать информацию о состоянии популяций редких и исчезающих животных в России. Собственно говоря, он имеет на это все права, как депутат. А Министерство природы у нас не является силовым ведомством с закрытыми статьями расхода. Поэтому он задаёт вопрос. Первый. Каковы расходы Министерства природы в последние годы на сохранение редких, исчезающих видов животных, которые занесены в Красную книгу? Имеет право сдавать депутаты такие? Конечно, имеет. Второй вопрос. Какова популяция, вернее, какова динамика развития популяции сокращается или увеличивается популяция и приводит пример нескольких видов этих животных? Имеет право? Конечно. И мы с вами имеем право поинтересоваться у Министерства природы, что они делают. А у нас в охотничьем сообществе большие сомнения по поводу того, подкреплённые большим количеством информации, в том числе из недр Министерства, о том, что что-либо делается для сохранения и защиты так называемых краснокнижных видов животных. Почему? Да потому что Министерство природы, как показывает практик, очень плохо решает эту задачу. Возникновение Центра Амурский тигр, знаете такой? Да, который защищает Амурского тигра. Или Земля леопарда, ещё одна организация. Это же не случайно появилось. Президент обратил внимание на катастрофическую ситуацию с этими двумя видами животных краснокнижных. Именно потому, что Красная книга и Минприроды не отвечали за, по сути дела, за их защиту. Ведь дел-то много в стране. Не случайно же президент и его администрация занялись этим вопросом, по сути дела, изъяв их из ведения Министерства природы. Это кризисное управление. Поэтому у нас есть сомнения по поводу того, что Минприрода способна сохранять и другие виды животных. Вот этим и определена инициатива господина Резника.